МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней студии Ильич Атаминов. Я приветствую всех телезрителей канала Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задача поставлена. У нас одна цель. Нужный пациент это прежде всего. Обновление в Минздраве Татарстана. Креативного Аделя Вафина сменил технократ Марат Садыков. Какие перемены грядут в отрасли? Мы все-таки должны развивать свою молочную промышленность. Вместо натурального сырья порошок. Почему производители молока в Татарстане терпят убытки? И кто здесь снимает сливки? Будем разбираться. Я поняла, что я реально могу. И я могу намного больше, чем я до этого думала. Кто они? Лидеры России. В Казань вернулись победители одноименного общероссийского конкурса. Будем знакомиться. Веселим народ. Самое главное – веселье, веселье, веселье. Масленица. Как в Казани отметили самый озорной и вкусный праздник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как говорил древнегреческий философ, основатель первой диалектики Гераклит, все течет и все меняется. И к этому надо относиться философски. На этой неделе в Министерстве здравоохранения сменился министр. Адель Вафин ожидаемо подал в отставку после череды скандалов и жесткой критики со стороны президента. Я не собираюсь в своем выступлении бросать ему камни вслед, ибо дергать за усы ослабевшего льва – не очень достойное занятие. Тем более, что Адель Юнусович запомнился нам, журналистам, как очень яркий и креативный министр, который много делал и, как следствие, много ошибался. Да и кто без греха? Ему на смену пришел главврач 7-й больницы Марат Садыков. С ним, я думаю, вам тоже интересно познакомиться. Элизира Юзаева продолжит. Таких условий они не видели давно. 40 лет в медицинских учреждениях Набережных Челнов не было капитального ремонта. 1 февраля 2018 года после глобальной модернизации открылись сразу 5 лечебных учреждений. Обновленные детские поликлиники, госпиталь для ветеранов, теперь уже бывший министр здравоохранения, буквально за две недели до часа икс принимает благодарность от жителей и пациентов. Это впервые, потому что специализированные учреждения, они не попали и в большую модернизацию, которая была по всей стране. Модернизация, оптимизация, информатизация под таким девизом прошла работа Адели Вафина в качестве главы ведомства. Причем упор был сделан не только на городские клиники. За последние 5 лет в деревнях были построены более 400 фельдшерско-акушерских пунктов. В поликлиниках внедрили электронную очередь, которая, к слову, вызвала неоднозначную оценку среди пациентов. Ведь очередь, по сути, осталась теперь уже за заветным талоном. Адели Вафин запомнится и как новатор, пытавшийся вдохновить окружающих личным примером. Возможно, один из самых ярких сторонников здорового образа жизни, в отличие от многих чиновников, ходил на работу пешком, летом катался на велосипеде и широко продвигал в массы идеи здорового отдыха. По крайней мере, такими вот оптимистичными эпизодами из его личной жизни пестрил инстаграм бывшего министра здравоохранения. Глядя на эти радостные фотографии, возможно, каждому хотелось бы так жить, не думая о серых буднях и существующих проблемах. Хирург мне говорит, вы отблагодарили ассистента? Ассистенту даем, ассистенту подводим. Вы отблагодарили? Это 10 тысяч, тому 5 тысяч. Я сдал анализы, и говорят, только полторы недели будут анализы, а мне уже надо на этой неделе выезжать. И буквально вот пошел, 1300 отдал, и за 5 минут 3 анализа. Сейчас я устраиваюсь на работу, и мне сказали, там 400, 900 рублей, там 300. В общем, полторы тысячи. Ожидания людей, они значительно выше, чем вы думаете, и мы думаем. И они, к сожалению, обоснованы. Вот 2017 год, 889 обращений в народный контроль. В 2016 году было 817. Не меньше, а на 9% больше. Несмотря на все радужные отчеты ведомства, проблемы в системе здравоохранения нарастали, как снежный ком. В конце 2017 года стали известны массовые случаи недополучения лекарственных препаратов для самой важной категории больных, которые страдают страшными смертельными недугами. Жизненно необходимые лекарства, в частности, онкобольным, приходилось ждать месяцами. Выписали мы в Казани лекарства, но в аптеку, когда пришли, нам сказали, что ждите 2-3 месяца. Много вопросов к учреждениям здравоохранения республики было и по линии антикоррупционного управления при президенте Татарстана. Платные медицинские услуги в бюджетных учреждениях, как прибыльная статья дохода, хитрые схемы взымания дополнительных средств пациентов и, соответственно, со страховых компаний, неэффективно прошедшая диспансеризация. Злоупотребление полномочиями в скорой медицинской помощи Казани. Загадочная смерть заместителя министра здравоохранения, которая проходила по делу о мошенничестве, укрепила слухи о возможной скорой отставке министра. Все эти факты к самому главе ведомства, казалось бы, имеют не явное, а косвенное отношение. Должен ли министр все держать под контролем? Ответ очевиден. Учитывая социальную функцию такого важного ведомства, которое отвечает за жизнь и здоровье людей. Вы все меня знаете, мы давно с вами вместе работаем в одной команде. Задача поставлена. У нас одна цель, нужды пациента, это прежде всего. Несомненно, что новому министру здравоохранения достается непростое наследство. С одной стороны, высокотехнологичная медицина, которую продвигал Вафин, это то, чем можно и нужно гордиться. С другой стороны, очевидные проблемы в первичном звене и со снабжением лекарствами, это то, с чем может разбираться новому министру. В отличие от своего предшественника, который, как известно, ни дня не проработал врачом, новый министр здравоохранения, потомственный медик. Родился он в Буинске, в семье врачей. Работал в 18-й горбольнице, затем возглавлял казанский онкологический диспансер и 10 лет руководил 7-й горбольницей. Кстати, именно в его бытность это лечебное учреждение стало центром экстренно-медицинской помощи европейского уровня. И даже, как признавался сам Марат Садыков, именно этот центр есть не что иное, как главное достижение в его профессиональной деятельности. Теперь уже экс-главный врач 7-й городской больницы Марат Садыков слывет человеком предельно внимательным. По словам его коллег, его главное преимущество – это умение слушать и слышать, как пациентов, так и персонал. Все, что было сделано в этой больнице, от стен до современного оборудования, говорят, это его заслуга. Врачи реанимационного отделения уверяют, в работе ему была важна каждая деталь. И даже в таком вопросе, как выбор ширмы в отделениях реанимации, главный врач принимал деятельное участие. Оказание экстренной помощи начинается уже в приемном отделении, где есть вся необходимая аппаратура и оборудован противошоковый зал. Приемное отделение находится в полной готовности 24 часа в сутки. Появилось такое слово, которое, может быть, 5 лет тому назад многие не слышали – «семерка», «семерка», «семерка». А сейчас она ассоциируется не просто с цифрой, а действительно, что окажут в любое время дня и ночи, как есть такое слово, 7 дней в неделю, 24 часа. Это на самом деле так. И это тоже заслуга главного врача? Однозначно, однозначно, потому что как раз все 7 дней в неделю, все 24 часа главный врач все время в курсе, он всегда знает все, что происходит. Сегодня это одна из самых престижных больниц не только Казани. 60 операций в день разного профиля, свыше 300 обращений и не только территориально закрепленных пациентов. 26 научных кафедр Медицинского университета, Казанского федерального университета и Медицинского колледжа. Такого смелого человека, смелого, решительного, авторитетного, при этом прислушивающегося к специалистам, при этом абсолютно доступного, открытого, умеющего выстраивать просто чудесные рабочие отношения, создавать те условия для человека, когда хочется работать. И хочется работать качественно, хочется работать хорошо. И у нас такая атмосфера взаимного уважения, мы его очень уважаем, и он к нам с огромным уважением относится. Ну, министерство здравоохранения и вообще здравоохранение республики приобрело. Мы, конечно, очень грустим по этому поводу, потому что нам его будет не хватать. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Буквально за несколько дней до своей отставки бывшему министру здравоохранения республики Аделю Вафину пришлось разбираться со случаем массового отравления в одной из школ республики. Напомним, ОЧП в Казанбашской школе Арского района стало известно прошлые выходные. 10 и 11 февраля с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 39 школьников, преподаватель и студентка Арского педколледжа. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По подозрению причастности к совершению преступления были задержаны директор Казанбашской школы, 40-летний Айдар Софьюлин и директор торгового дома Айракс, поставлявшего продукты питания в школу, 59-летний Аглям Лакманов. В учебном заведении уже завершена проверка распотребнадзора. По данным санитарных врачей, источником заражения стали инфицированные сотрудники пищеблока. Сергей Темляков с подробностями. Я прошу глав еще раз посмотреть, лишним не будет. Эта неделя для глав районов Татарстана и всех служб, кто контролирует питание в учебных заведениях на местах, началась, можно сказать, в воскресенье. 11 февраля из-за ЧП, произошедшего в Казанбашской школе, что в Арском районе, было созвано экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сформированы три группы по проверке школ и дошкольных учреждений нашего района. В Лаишевском районе, откуда, кстати, не поступала ни одна жалоба на организацию питания, с понедельника тоже проверка. Заместитель главы Татьяна Бурганова отмечает, проверяем соблюдение санитарных норм и правил. В составе районной комиссии и депутаты, и представители общественных организаций, и специалисты из полкома. По результатам проверок будет проведено организационное совещание, где будут сделаны и выработан комплекс результативных мер по укреплению организации контроля питания. То, что необходимо, все есть у нас. И посуда, и моющие средства. Рашид Хафизов, директор школы в селе Пелево, отмечает, комиссия к ним приехала в числе первых. Итог проверки – ни одного замечания. Поэтому директор делает вывод. Ситуация, которая случилась в Арске, в его школе точно не произойдет. Кстати, сейчас в учебном заведении здесь обучаются 52 ученика. Мы этим вопросом занимаемся серьезно, потому что здоровье детей – это задача номер один. Что случилось в Казанбашской школе? 10 февраля в приемный покой Арской центральной районной больницы обратились школьники с признаками острой кишечной инфекции. Позже в селе Казанбаш во время дворового обхода врачи выявили еще 26 детей с признаками инфекционного заболевания. Было госпитализировано 39 человек, в том числе учитель Казанбашской школы и сестра одной из учениц. 30 человек были направлены в Казанскую инфекционную больницу. В понедельник о состоянии заболевших проинформировал тогда еще министр здравоохранения Адель Вафин. Оперативно был установлен возбудитель инфекции. Это норовирусная инфекция. И мы где-то в течение, наверное, 15 часов уже смогли с помощью ПЦР-диагностики идентифицировать его. Поэтому лечение абсолютно адекватно возбудителю. Благодаря вовремя и профессионально оказанной медицинской помощи уже в четверг все пострадавшие были выписаны из больниц. Тем временем Казанбашскую школу закрыли на карантин за счет весенних школьных каникул. В министерстве образования констатировали, ранее жалоб на качество питания в школах Арского района к ним не поступало. В этом году, к счастью, жалоб по питанию некачественному буквально было, я смотрела за последний месяц, это было две жалобы. Ни в коем случае они не касались Арского района. Произошел сбой, наверное, это все-таки человеческий фактор и, может быть, отсутствие какого-то контроля. Пока Следственный комитет и Роспотребнадзор на неделе расследовали причины ЧП, сложившуюся неординарную ситуацию мы обсудили с экспертом. Галина Шарафудинова занимается организацией питания уже много лет. Она исполнительная директор Ассоциации рестораторов республики. Школьные столовые, так же как и рестораны, работают по одним санитарным правилам. Гигиена очень важна, отмечает Галина Шарафудинова и называет точки риска, которые могут стать причинами ЧП. Первое – некачественное сырье, второе – нарушение технологического процесса, третье – это санитарное состояние персонала. Следствием установлено, что в пятницу и субботу в меню детей был куриный фарш, а также омблет. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям. В среду по подозрению в причастности к совершению преступления был задержан директор торгового дома. Он поставлял продукты в школу. На предприятии и поставщиках продукции были проведены обыски. Кроме того, в ходе осмотра прилегающей к школе территории были обнаружены следы попытки уничтожения просроченных продуктов. В Арский межрайонный следственный отдел явился директор школы и сообщил, что в организации питания детей были допущены определенные нарушения. Руководитель РАНО в то же время заверял, на территории школы продукты не уничтожали, просто повар провела уборку. И сожгла мусор, это бумажные тары, коробки, которые образовались после доставления продукции в данный образовательный учрежден. В пятницу поставщик продуктов в школу был отпущен. Просроченной продукции сотрудниками Роспотребнадзора не выявлено. Днем ранее, в четверг по решению суда от занимаемой должности был освобожден директор Казанбашской школы. Сейчас он находится под обязательством явки. Источником инфекции послужили два сотрудника, у которых обнаружено на сегодня норовирус. Это повар, которая заболела и 7 февраля не выходила на работу. Второй сотрудник – это кухонная работница, которая не должна была принимать участие в приготовлении пищи. Помимо этого, в Казанбашской школе был выявлен целый букет нарушений. Не у всех из персонала был в должном объеме пройден медицинский осмотр, гигиеническое обучение. Кроме того, были выявлены нарушения при обработке инвентаря. В случившееся ЧП очередной повод задуматься, как обезопасить и улучшить питание в учебных заведениях Татарстана. Вновь обратимся к мнению экспертов. Это очень сложная наука, очень сложный вид деятельности. И мне очень жалко руководителей общеобразовательных учреждений, которые занимаются самостоятельно. Во всех сферах быть асом не получается. Сейчас в России активно развивается аутсорсинг. Это когда направление передается компаниям, которые на этом специализируются, констатирует Гузель Ананьева. Комбинат школьного питания сегодня кормит учеников Казани с сентября прошлого года школьников Нижнекамской и Нижнекамского района. Также поставляет обеды и завтраки в детские сады девяти районов республики. В департаменте готовы помочь. Если они видят нас у себя в районе, мы рассматриваем это с точки зрения коммерческого подхода. То есть, насколько мы сможем на самом деле там не просто зайти и забрать рынок, а на самом деле организовать качественно. Наш столовый располагается на двух этажах. Таких столовах, как в лице имени Лобачевского, в Казани осталось очень мало. А такая уникальная, на наш взгляд, и вовсе единственная. Здесь очень сильная команда, во главе шеф-поваром Валерием Сергеевичевым. Директор лицея Гелена Скобельцина рассказывает о их методике. Утром обязательно медсестра осматривает персонал, участвует в закладке продуктов, снимает пробы и ведет контрольный журнал. Есть и народный контроль. Раз в неделю дегустация для родителей и школьников. Благодаря грамотным решениям здесь решена главная проблема – текучка кадров столовых работников. Небольшие зарплаты, которые имеют работники столовых, делают их еще более уникальными работниками. Но сегодня за 15-12 тысяч мало кто соглашается работать, тем более в таком темпе. Поэтому мы стараемся их всегда примировать. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. А сейчас в другой теме, к которой приковано внимание всего мира. Вы, конечно, догадались, речь идет об Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Я, признаюсь, не особо внимательно слежу за этими соревнованиями. Честно говоря, как-то не по себе, когда на табло матча с участием нашей хоккейной команды видишь аббревиатуру ОАР – Олимпийские атлеты России. Место привычной. Или когда после победы наших фигуристов поднимается непонятный флаг, а сами они в каких-то усредненных формах с белыми значками стоят на педестале. Лично для меня это очень унизительное зрелище. Мы вышли из Советского Союза и нас так воспитали, что гимн и флаг – это святое. Но я не зря в начале программы цитировал древнегреческого философа Гераклита. «Все течет, все изменяется, и это пройдет. Память сотрет неприятные эмоции, А в истории останутся наши великие спортсмены, Которые, несмотря на весь этот ужас, умудряются побеждать. И для Татарстана Олимпиада в Корее – выдающиеся события. Впервые в истории республики завоевана медаль, пока серебряная, На зимних олимпийских играх в фигурном катании. Ее принесла в копилку России и нашей республики фигуристка Евгения Тарасова. Женя вместе со всей командой из нашей страны завоевала серебряную награду в командных соревнованиях. Мы воспользовались случаем, чтобы встретиться с министром по делам молодежи и спорту Владимиром Леоновым, Чтобы обсудить это событие. Кстати, в процессе беседы выяснились весьма любопытные подробности. Оказывается, министр Владимир Леонов в прошлом делал определенные успехи, Именно в фигурном катании. Владимир Александрович, добрый вечер. Можно поздравить и нас. И Татарстан. Все-таки к такому успеху, к первой в истории Татарстана, к первой медали на зимних олимпийских играх мы шли долго и упорно, но оно того стоило. На самом деле, да, большое событие. Без какой-то бравада, без прикрас. Наверное, все-таки по летним видам спорта у нас больше традиций, они глубже. Именно по зимним видам спорта в Татарстане мы только-только начинаем пожинать все плоды нашей работы. Как раз мы находимся на нашем историческом льду. Дворец спорта, где, в общем-то, все и зарождалось. И не только там фигурное катание, но и хоккей. В общем-то, те форматы, которые сегодня есть, мы сегодня, вы знаете, в стране являемся лидерами по количеству именно ледовых арен. Буквально в прошлом сезоне мы открыли 41-ю уже арену в Татарстане. Поздравляю Женю, нашу Женечку, которая наша воспитанница. Она начинала свою карьеру здесь. Ну, в общем, даже не здесь, а на стадионе «Ракета» в Дербышках. Ну, наверное, уже основную практику получала здесь, в Дворце спорта. В общем, традиционно у нас существует школа, вот девчонки катаются. Каждый год все больше и больше у нас приходят сюда заниматься. Она прямо хотела, чтобы она за Татарстан выступала? Да, значит, на самом деле там много кривотолков ходит. То есть так получилось, что Женя вообще выступала как индивидуал, значит, до 2010 года. Потом переехала в Москву, ну, по определенным обстоятельствам. Соответственно, там уже она попробовала себя в паре, причем каталась в одной паре. Потом, соответственно, нашла вот себе партнера. Естественно, это наш человек, родившийся здесь, выросший здесь, значит, здесь, который получил некие азы и правила. Переходя на другой этап, естественно, он там уже попадает в состав сборной России. Он там практически не бывает на территории того места, где он проживает. Он все время на сборах. Есть главный тренер команды. Владимир Александрович, я всегда считал, что все-таки наши сильные стороны – это хоккей, лыжные гонки, особенно женщины. Оказывается, игру и катание тоже наш конек. Ну, на самом деле, да, это, значит, так в скобочках можно, наш конек, наш конек, да. Это приятно, на самом деле, потому что фигурное катание – очень красивый вид спорта. Вот скажу вам по секрету, я сам занимался вот здесь несколько, правда, не лет даже, а там какой-то период времени, совсем юным, именно фигурным катанием. Да, я там разбираюсь, да, я разбираюсь во всех этих аббревиатурах, значит, словах, прыжках. Да, да. Вот, ездил пистолетик, прыгал отулуп, ну, на каком-то раннем этапе. Брат у меня достиг определенных там даже высот по юношам. То есть для меня это, в общем-то, не чуждый совсем вид спорта. Вот, и поэтому, в общем, традиции, на самом деле, фигурного катания в Торстане не существует. Вот, понятно, что с развитием там игровых видов спорта и хоккея, в частности, конечно, он более стал тиражируемым, наверное, в стороны, там, республики. В хоккей сегодня играют, там, вы знаете, круглосуточно, там, и ночная хоккейная лига, и женская хоккейная лига, и ВХЛ, и МХЛ, и КХЛ. Вот, но фигурное катание – это исконно, на мой взгляд, традиционный вид спорта для страны. Мы всегда там были одними из лидеров на протяжении достаточно долгого времени, как и в танцах, так и в парах, так и в индивидуальном катании. Поэтому я уверен, что вот с этими событиями мы еще раз, так скажем… Кстати, можно вспомнить Александра Фадеева. О чем мы речь? Мы можем говорить, что это не случайный какой-то успех. Это совершенно не случайный успех, я вам скажу. Это, как бы, это некая закономерность того, что делается в Татарстане, вот, то, что у нас появляются такие звездочки при прочих равных условиях, что мы развиваем там массовый спорт, и мы там один из самых больших регионов и самых регион-лидеров по влечению именно людей в массовый спорт по инфраструктуре. Вот, в любом случае, когда мы говорим о спорте высших и достижениях, есть вот такие у нас результаты. Мы очень горды, это работа, там, не только министерства, это вообще работа вот всех наших детско-юнических спортивных школ, наших клубов. Вот, огромное, конечно, спасибо там тренерскому штабу, родителям, которые, ну, занимаются… А мы можем говорить, что это уже отдача от того наследия универсиады, который заработал, и сегодня мы видим вот эти объекты? Однозначно это можно так говорить, потому что, в общем-то, объекты востребованы, объекты загружены. Все-таки у нас была летняя универсиада, и мы видели, да, что какая динамика сейчас идет по летним видам спорта. Вот этот успех Жени Тарасовой, как вы считаете, привлечет еще больше? Однозначно привлечет. Уже сегодня олимпийские атлеты из России, вот, это большая честь для них, что они там оказались, что они несут этот флаг, пока там нейтральный, да, но флаг Татарстана, флаг нашей страны. И мы просто гордимся нашими атлетами. Есть области, в которых Татарстан уже десятилетиями держит планку на самом высоком уровне. Это, конечно, промышленность, спорт и сельское хозяйство. И это, несмотря на все трудности, невзгоды, капризы погоды. Объем воловой продукции сельского хозяйства составил в республике за минувший год 256 миллиардов рублей. За последние четыре года среднегодовые темпы прироста производства составили свыше 4,5%. А год 2017 для Татарстана в целом стал успешным. Республика через шесть лет смогла вернуться к уровню 5 миллионов тонн зерна, включая кукурузу. Татарстан достиг максимума по сбору сахарной свеклы – более 3 миллионов тонн. Но сегодня в сельском хозяйстве сложилась парадоксальная ситуация. Самые успешные производители терпят самые большие убытки. Цены на зерно и особенно на молоко делают работу тружеников сельского хозяйства бессмысленной. Впору, по примеру, западных фермеров выливать молоко в реку продавать невыгодно, не имеет смысла. Об этом на этой неделе на коллегии Минсельхозпрода Республики с болью говорили главы районов. И просили президента Рустама Миниханова донести эту боль до руководства страны. Что Рустам Нургалеевич и сделал на этой же неделе во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Сочи. Подробности от наших корреспондентов. Такая буренка нужна им самим. В сельской местности молоко – это один из основных источников дохода. Прибыль от коров, конечно, небольшая, потому и крестьян каждый рубль на счету. С января этого года в 50 регионах России закупочная цена на молоко у сельхозпроизводителей достигла критической отметки. Особенно сильное падение цены было зафиксировано в Татарстане. Цена за один литр молока в некоторых районах упала до 15 рублей. Сколько еще продержатся крестьяне, торгующие себе в убыток? Ведь себестоимость их продукции составляет 18 рублей за литр. Это как минимум. Если цена в ближайшее время не поднимется, многие решатся на радикальные меры. Придется пустить поголовье под нож. В чем же истинная причина такого вот обвала цены? Мнения участников молочного рынка разделились. Одни видят в этом сговор переработчиков, другие пеняют на молочных трейдеров, посредников из других регионов, скупающих по дешевке сырье. Министр сельского хозяйства и продовольствия России Александр Ткачев вывел для Татарстана свой диагноз – отсутствие серьезной перерабатывающей базы. По его словам, Татарстан, якобы не имеющий своих перерабатывающих мощностей, является сырьевым придатком для других регионов. Потому на выходе и получается такая цена. Сложившиеся на сегодня закупочные цены на молоко могут негативно отразиться на инвестициях и в молочное животноводство. Причина, конечно, тому комплексная. Региональный министр Марат Ахметов со своим федеральным начальством отчасти согласен. Татарстан действительно поставляет сырье в соседние регионы. И в этом нет ничего крамольного. Такие связи существовали всегда и зачастую даже являлись стимулом для сельхозпроизводителей. Сегодня Татарстан является одним из крупнейших производителей молока и входит в десятку лидеров по его переработке. После банкротства ряда предприятий действительно перерабатывающие мощности снизились. Но не настолько критично, чтобы вызывать такую неоднозначную оценку у федеральных властей. Работаем исключительно с производителями молока. Забираем собственным транспортом от ферм, которые расположены в Сабинском, Арском, Отнинском, Оксубаевском, Верхнеусловском районе. Еще один немаловажный факт. Из-за низкой покупательской способности на рынке наблюдается снижение спроса на натуральную молочную продукцию. Дорогие сырые сегодня не всем по карману. Потому многие переработчики в России, дабы увеличить свою маржу, переходят на более дешевое сырье – сухое молоко. Дешевым и, как правило, не всегда качественным импортом уже завалена вся Россия. В сентябре, в октябре и в ноябре в Российскую Федерацию было очень много завезено сухого молока и масла. Через Белоруссию. И завезено оно было практически контрабандой. Что я имею в виду? Эта молочная продукция должна была транзитом уйти в Казахстан и в Киргизию. То есть мимо России транзитом. Но заехав на территорию России, дальше оно до адресатов не доехало. И выгружались они на молочных заводах в нашей стране. Через Белоруссию заехало намного больше продукции за три месяца, чем они за год производят. И молочные заводы практически, ну, случайно, но чуть ли не в один день начали из своих запасов доставать сухое молоко и масло и отказываться от поставщиков. Сухое молоко в свое время стало настоящей находкой для производителей молочной продукции. Чаще всего его закупают в тех странах, где нет возможности производить и употреблять натуральный продукт. Но если натурально молоко в стране в избытке, для чего нужно переходить на его термически обработанный зарубежный аналог? Тем более, что такое неравное преимущество в цене на рынке может привести к печальным последствиям, когда под удар попадает самая уязвимая категория – сельские жители. Дмитрий Анатольевич, хотел бы сказать, что вот в зимний период всегда не хватало молока. Наша республика, она производит много молока и всегда молоко вывозилось. И в этом году случилась такая ситуация, вывоза нет, цена молока на 5-8 рублей меньше, чем в прошлом году. И, конечно же, это создает большую проблему населению. Почему это произошло? Потому что мы работаем и Минсельхозом России, вот вчера я докладывал и Министру экономического развития, потому что завезли сухое молоко. И вот Минздрав здесь и может сказать, что молокомбинаты купили сухое молоко, восстанавливают молоко, производят продукцию, а из сухого молока какая продукция и какое здоровье наших граждан. Вот поэтому без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится. Если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него парадоксий, то это обернется серьезными потерями. Я дам поручение в этом всем разобраться, потому что мне трудно возразить против тех аргументов, которые привел руководитель Татарстана, потому как мы все-таки должны развивать свою молочную промышленность. Да, у нас общий рынок с нашими друзьями, партнерами из Евразийского союза. Более того, мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения. Но в конечном счете мы должны думать о наших гражданах. Действительно, если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока, значит, только ради соблюдения экономических принципов, то нафиг нам такие принципы нужны? Надо просто подумать, каким образом из этого выйти. Пока на региональном уровне уже решили, как смогут помочь сельхозпроизводителям в этот переходный период. В ближайшее время из бюджета направят свыше 300 миллионов рублей на поддержку молочных ферм. Президентам Татарстана принято решение о выделении такой вот единовременной субсидии. Для тех, кто содержит одну корову, размер субсидий в составе 2000 рублей. Для тех, у кого в одном подворье две коровы по 3000, три и более коров по 4000 рублей. Субсидии будут выплачены уже в феврале. Ильзира Юзаева, Дина Газалиева и Александр Ярошов. Семь дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Я поняла, что я реально могу. Я могу намного больше, чем я до этого думала. Кто они? Лидеры России. В Казань вернулись победители одноименного общероссийского конкурса. Будем знакомиться. Веселим народ. Самое главное – веселье, веселье, веселье. Масленица. Как в Казани отметили, самый озорной и вкусный праздник. Во вторник президент Татарстана Рустам Мениханов в Чистополе открыл новую детскую городскую поликлинику. Позже президент принял участие в заседании Совета района. Обсудили итоги социально-экономического развития за 2017 год и определились с задачами на 2018. В среду в Казанском Кремле отметили тех, кто помогает возрождать историческое наследие республики. Меценатом государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев вручил благодарственные письма Фонда Возрождения и восьмой том Книги Благотворителей. Четверг председатель Госсовета Фарид Мухамедшин находился с рабочей поездкой в Тукаевском районе. Фарид Мухамедшин побывал на семенном заводе, пообщался с аграриями, осмотрел ярмарку местных сельхозпроизводителей, а также принял участие в отчетной сессии района. В пятницу премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании Совета Лениногорского муниципального района. Здесь также подвели итоги социально-экономического развития за 2017 год и определились с задачами на этот год. Продолжаем программу «Семь дней». В Сочи подвели итоги всероссийского конкурса «Лидеры России». Напомню, такой конкурс впервые прошел в нашей стране. И тот факт, что он был организован под патронажем администрации президента Путина, а среди наставников конкурсантов были руководители регионов и крупнейшие корпорации России, конечно, добавляет ему значимости. Изначально заявки на конкурс подали около 200 тысяч человек. Конкуренция была страшная. И лидерами России стали два представителя Татарстана – Ильнар Герфанов и Александра Лебедева. И теперь для них карьерная лестница должна превратиться в эскалатор. Тимур Бекмурзин поближе познакомился с лучшими управленцами из нашей республики. Около 20 лет работы на руководящих позициях в международных компаниях. Английские в совершенстве. Коммуникабельность. Александра Лебедева и сейчас, что называется, на своем месте. Региональный директор крупной компании, которая оказывает услуги бизнесу, а именно предоставляет в аренду спецодежду и вестибюльные ковры. В подчинении у Александры около 90 работников. Только этот сервисный центр в Казани обслуживает более 20 тысяч клиентов в 9 регионах по Волжье. А есть еще один такой же в Ростове-на-Дону. Словом, серьезная ответственность и интересная по-своему творческая работа. Тогда зачем конкурс, спрашиваем? Александра говорит прямо. Хотела проверить себя и доказать. Самой себе прежде всего. Доказать, что могу, что одна из лучших, в том числе на федеральном уровне. А главное, на каком-то этапе Александра почувствовала, что в каких-то профессиональных качествах уже достигла потолка. Да, конкурс это своего рода выход наверх, наружу через стеклянные потолки наших возможностей. Что в принципе и произошло, рассказывает нам Александра Лебедева, победитель конкурса «Лидеры России». На этом конкурсе я для себя подняла одну вещь. Это было, наверное, самое ценное, ради чего стоило в нем участвовать. Я поняла, что я реально могу. И я могу намного больше, чем я до этого думала. Около 200 тысяч претендентов на первом этапе конкурса. После серии тестов и первых заданий отсеялась половина. Большинство просто не смогло записать трехминутное видеообращение о себе и о своих целях участия в конкурсе. Далее уже были более сложные этапы. Полуфиналы в Нижнем Новгороде и Самаре. И, наконец, финал в Сочи. Вот уж где конкурсантам нужно было не просто продемонстрировать свои неординарные личные качества, а еще и умение работать в команде. Именно слаженная командная работа помогла проявить себя и юристу из Казани Ильнару Герфанову. Что могу сказать про команды только положительные? Мы выиграли, опять-таки, финальный конкурс. Самый сложный был финальный конкурс. Там нужно было не только еще головой работать, но еще работать руками и ногами. Нужно было собирать скворечники для эмеретинского зооботсада. То есть это нужно было сделать конвейерно. То есть давался час времени, определенные этапы времени, нужно было это все провести. И наша команда за час собрала 27 скворечников. Даже организаторы сказали, что максимально это 22 собирали. То есть никогда в истории не было такого, чтобы собирали много. Сам финал, на самом деле, это было про работу в команде. Победители из Татарстана скромно умалчивают о своих личных достижениях и отмечают особый командный дух, который и помог им отличиться. Александра Лебедева замечает, на конкурсе было много достойных управленцев. Но звезды сошлись удачно именно для их команды и именно в финале. А еще помогли победить наставники. И Александре, и Ильнару в этом плане повезло. Удалось пообщаться с большими политиками и чиновниками. Особенно запомнились встречи с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России, и Рустамом Минихановым, президентом Татарстана. Рустам Миниханов приезжал, с ним удалось пообщаться, тоже поприветствовал, очень тепло. Многие, кстати, ребята из других субъектов были хорошего положительного мнения, признанное было открытости и простоте в общении. То есть вы даже, может быть, видели в Инстаграме, снимал в онлайн-стори, если это все выкладывал. И это было самое лучшее, что могло случиться с нами в этом конкурсе, потому что он обладает вообще фантастическим талантом нести какое-то воодушевление людям, нести свет и заряжать энергией. Вот реально. И еще нам тоже посчастливилось в этот же день. У нас был другим наставником Сергей Владиленович Кириенко, и это было очень круто, потому что он нам дал такую качественную обратную связь. Он настолько нас слышал, он видел, и он нам потом рассказал и отметил и плюсы, и минусы, и сделал это очень подробно. Конкурс действительно стал поворотным в их жизни, делится впечатлениями Александра и Ильнар. Причем дело даже не в перспективах карьерного роста, такой задачи организаторы конкурса и не ставили. Задача была выявить кадровый потенциал лучших управленцев России, а для самих конкурсантов оценить свои возможности, в том числе сильные и слабые стороны. Юрист Ильнар, к примеру, собирается подтянуть знания в финансовой сфере. Региональный директор Александр будет и дальше развивать себе лидерские качества. Нам иногда надо учиться, чтобы нас слышали. Нам иногда надо уметь и повысить голос, и как-то притопнуть. Я поняла, что я обязательно научусь свистеть, потому что у нас были очень жаркие дебаты, и просто так кричать на повышенных тонах – это тоже не дает результата. Но я думаю, если бы я умела так заливисто свистнуть, то внимание всех мужчин точно было бы приковано ко мне. Уже выход в финал такого конкурса – огромный успех. Александре Лебедеву и Ильнару Герфанову из Казани удалось еще больше. Они вошли в сотню лучших управленцев России, то есть стали победителями конкурса. В награду им достойный приз – образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Как им распорядиться, Ильнар и Александра уже определились. Настоящие лидеры знают, куда будут двигаться дальше. Люди по-разному становятся известными. На прошлой неделе в социальных сетях активно обсуждали информацию, которую на своей страничке разместила мама ученицы 9 класса 75-й Казанской гимназии. Цитата. «В Казани, в гимназии номер 75, патриотизм не приветствуется. Россия в моем сердце. Под этим названием по всей стране, в том числе и в Татарстане, состоялись торжественные митинги-концерты, приуроченные к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Узнав о данном историческом событии от учителей, школьники решили почтить память героев и возложить цветы к вечному огню. Но путь им преградила зауч». Конец цитаты. «Мы все это время пребывали в неведении. Что это? Недоразумение? Или просто-напросто кто-то возводит напраслину на педагогов?» Сергей Темляков разбирался в ситуации. «В нашей школе патриотизм вообще никак не приветствуется. Наши дети хотели пойти возложить цветы и поприсутствовать на митинге-концерте, посвященном 75-летию битвы над Сталинградом. Зараненько, естественно, отпросившись у классного руководителя. Классный руководитель дарил добро». Гузель Шайгарова – мама ученицы 9-го Д-класса 75-й Казанской гимназии. Говорит, то, что произошло, в голове не укладывается. «Если верить родительнице, ее дочь Алину и подругу дочери, одноклассницу, зауч не пустила в Парк Победы». «В группе в WhatsApp я написала, что в этот день не смогу прийти в школу, так как буду возлагать цветы. Мы договорились, что утром я пойду купить цветы, а девочки решили сходить на первые уроки, потому что время еще было». Элина говорит, в назначенный час, когда она была в Парке Победы, раздался телефонный звонок. Одноклассницы просили назвать имя организатора мероприятия. «В трубку я слышу то, что наш завуч их не отпускает и сравнивает это мероприятие с митингами Навального, с сектами какими-то. Позже мне девочки рассказали, что я держала их очень долго. То есть она говорит, нет, вы должны ходить на уроки, мне нужна специальная справка». Отчитала их по полной программе, сказала, вы никуда не пойдете. Естественно, ни на уроках толком дети поприсутствовать не смогли, получить знания, ни поприсутствовать на митинге. «Едем в школу, нас встречает директор». «Во время учебного процесса у нас дети не могут уходить самостоятельно, и поэтому девочки не были отпущены. На все мероприятия мы ходим только под руководством взрослых. Это тщательно планируется. В обязательном порядке издается приказ на выход, потому что ответственность за жизнь и здоровье несет педагог». Решение принимали исключительно в соответствии с законом, говорит директор. Классный руководитель была не в курсе намерений учащихся, не отпускала их с уроков, чтобы они пошли куда-то самостоятельно. Лариса Помыкалова уточняет. Педагог и зауч, это заместитель директора по воспитательной работе, пояснили, что митингов может быть много и разных. Ученицы участвуют во всех мероприятиях, проводимых школой, а таковых, связанных с патриотическим воспитанием, немало. Обращение на телевидение директор объясняет возможным недопониманием. Одноклассницы перешли в гимназию из другой школы. Напомню, в прошлом году объединили 133-ю школу и 75-ю гимназию. Конечно, очень хотелось бы, чтобы вот этих трений не было. Хочется взаимодействия. Мы всем воспитываем, любым нашим поведением. Отношение ко всем детям доброжелательное. Сигнал от родителей в Министерство образования не поступало, отмечает Лариса Сулима. И констатирует, в Татарстане ведется большая и планомерная работа в рамках патриотического воспитания. В республике сегодня более тысячи школьных музеев, более 2,5 тысяч отрядов тимуровцев. 77% школьников состоят в детском движении. Расспрашиваем о новинках, которые будут внедрены в этом году. Мы увеличим количество профильных смен в каникулярный период такой патриотической направленности. Для участников российского движения школьников, для наших ребят. В этом году у нас впервые в летний период пройдет такой большой образовательный форум общей численностью 2 тысячи школьников одновременно в палаточном лагере. Все большую популярность в Татарстане набирает движение юная армия. Благодаря нашим достойным ученикам, таким как герой России Герасимов Валерий Васильевич, который учился у нас на протяжении 5 лет, а затем в Суворовской танковой училище, ну и сейчас третий человек в военной иерархии России. Очень приятно, что всегда, когда он приезжает в Казань, он обязательно бывает в школе. И вот эта его забота, он помог нам приобрести первые, я бы сказал, подарил первые 100 комплектов юно-армейской формы. Ученики 94-й казанской гимназии первыми в Казани в 2016 году приняли клятву юно-армейцев. Сегодня только в школьном отряде 86 мальчишек и девчонок. 60 заявлений находятся на рассмотрении. Мы остаемся победом верным, сделаем все ради нашей страны. Что примечательно, больше всего девушек. Идет подготовка к 23 февраля. Репетиция гимна. Кстати, слова и музыку написали педагоги школы. Учащийся 8 класса готовится к смотру строя и песни. Ребята помладше выступают с докладами. Сегодня тема для обсуждения оружия Великой Отечественной войны. Я вступил в юно-армию из-за интереса, так как в юно-армию рассказывают про военное дело, про автоматы, вооружение. Но также историю больше узнаешь. Сергей Семляков, Андрей Мохов. 7 дней. Не стало Анвара Залакова, одного из патриархов аграрной отрасли Татарстана, авторитетного руководителя. Анвар Махмутович тяжело болел в последние годы. И, несмотря на это, много и активно работал. Особенно по реализации президентской программы по развитию общественных пространств, парков, скверов и набережных. Последнее интервью Анвара Залакова было записано буквально за месяц до его смерти. Мы вспомним сегодня этого человека и руководителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он никогда при нас не ругался. Но только по-татарски, когда думал, что мы не понимаем на подрядчиках, у него такой очень низкий голос. И, в принципе, он тогда так хмурился. Все уже понимали, что не нужно злоупотреблять дальше. Я не видела, чтобы кого-нибудь на стройке так слушались и с таким уважением относились. То есть это первый человек, который понял, за что мы боремся. И научил нас, как это объяснять, научил нас, как это доводить. И поразительно было, что он вроде как старше всех, но он мысль, как молодой человек абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот это вот уникальное его умение увидеть и прочувствовать. Я, к сожалению, практически не сталкиваюсь с этим в более молодых людях. Субтитры создавал DimaTorzok Как говорил древнегреческий философ Гераклит, которого мы цитировали в начале программы, невозможно дважды войти в реку времени. Сегодня мы празднуем особый праздник, который символизирует бесконечные изменения жизни, отмирание старого и возрождение нового. Масленица уходит корнями древний языческий праздник, который подчеркивает нашу глубокую связь с природой, неизбежность смерти и нового возрождения. Есть одновременно что-то радостное и тревожное в фигуре соломенной бабы, сгорающей на глазах толпы. Лично мне всегда ее жаль. А блины – это солнце, дарующая жизнь, которая все дольше задерживается над горизонтом. Михаил Любимов продолжит. 18 февраля. Озеро Лебяжье. Широкая Масленица. Добро пожаловать. Впрочем, наверное, надо сегодня говорить не озеро Лебяжье, а Лебяжье озера. Мы вам рассказывали о том, какая масштабная программа проходила здесь в прошлом году при руководстве группы компании Таиф. Все эти озера были значительно расширены, их стало намного больше, вся территория стала намного больше. Ну а весну именно здесь, в этом месте, на Лебяжьих озерах, ждут, наверное, так, как нигде не ждут. Именно весной, уже совсем скоро, здесь пройдет еще одна большая стройка, и все это место превратится в самое, наверное, живописное, самое, наверное, разнообразное и интересное общественное пространство для города Казани. С Нового года прошло уже достаточно много времени, люди, конечно, соскучились вот по таким праздникам, по таким массовым гуляниям, их здесь сегодня, как видите, вполне достаточно уже с самого утра. Погода замечательная, погода почти весенняя, впрочем, она уже почти три месяца, как весенняя. Я смотрю, вы очень творчески к делу подошли, у вас тут блины самых разных, и даже с начинками тоже, по-моему, есть, да? Обязательно, начинка с вареньем, джемом, со сметаной, со сгущенкой, любой выбор, с икрой, все свежо, все вкусно, с пылу, жару. У вас такие блины красивые, неужели сами пекли? Конечно. Месяц? Конечно, всю ночь пекли. Смое, да, готовились к празднику. Мне кажется, ничего сложного нет, а я вот не смогу, наверное, никогда. Нет, сможете. Мамы бабушке научили? Бабушке. Прабабушке. Вкусные? Вкусные, очень вкусные. Вбирают? Да. К праздникам? Вас тоже! Без блинов-то какая Масленица? Без блинов-то никакой Масленицы. Первым делом уже вот взяли. Да, первым делом. Мы первый раз, честно говоря, за столько лет, первый раз выбрались на Масленицу. Живем в Казани столько времени, и первый раз вот ради внучки так уж, чтобы показать ей все. Мы давно блинов не едем, мы блинов все заскатили. Здесь сегодня столько различных персонажей можно встретить. То есть вы, я так полагаю, видимо, скомарок, да? Правильно, правильно, скомарок. Веселим народ. Самое главное, веселье, веселье, веселье. Сегодня Масленица. Блинчики всем на угощение. Собираемся, самое главное. Большой хоровод делаем. И всем веселого настроения. Очень нравится, очень весело. Погода отличная. Наверное, ни один такой праздник не пропускаешь уже. Ну, не всегда, но большинство хожу на такие праздники. Поднимает настроение. Вы знаете, здесь, что удивительно, да, но это не удивительно, конечно. Здесь все люди сегодня солнечные. Прямо под стать праздником. Абсолютно верно. Совершенно с вами согласна. Потому что такое мероприятие, которое объединяет всех и радует. И собирает таких малышей. Мне нравится. Скажи, 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 очень. Наверное, это немного странно нам с вами сегодня заниматься проводами того, что у нас не очень-то было этой зимой. Зимы в таком исконном понимании российском этого слова. Ну, было немного у нас с вами, надо признаться. Но не это главное. Главное, что живы вот эти традиции. Что живы они тысячелетиями. Что мы помним о них, знаем о них. И что масленица наша все такая же широкая, какова и наша российская душа. И, кстати, простите нас, если что, сегодня все-таки еще и прощенное воскресенье. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. Всем день. Ребяжья озера масленица. На этом у нас все. Весна дарит нам новые надежды. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Предстоящие 7 дней обещают быть снежными. Начало недели будет слабоморозным. А вот к середине температура понизится. Ожидается гололедица и местами снежные заносы. По данным сервиса Яндекс.Погода на северо-востоке Татарстана в понедельник и вторник до минус 6. В среду начнет холодать. В четверг уже будет до минус 12 градусов. На выходных до минус 10. И ожидаются осадки. На юго-востоке республики ежедневно ожидается снег. В понедельник и вторник умеренно морозная погода. В среду начнет холодать. И к концу недели подморозит. В центре республики теплее. В понедельник и вторник до минус 5 градусов. В среду ожидается понижение температур. На выходных до минус 9. Снег будет идти каждый день. На юго-западе республики похожая картина. Каждый день будет наблюдаться снег. В начале недели довольно тепло. А вот в среду ожидается понижение температур. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана. В понедельник и вторник до минус 6. В среду минус 10. На выходных также до минус 10. И ожидаются осадки в виде снега ежедневно. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова